В этот день, 9 ноября 1900 года, русская армия оккупировала китайскую Манчжури. Это произошло после восстания Ихэтуани, когда в Китае стали убивать всех европейцев. 9 ноября 1906 года началась масштабная аграрная реформа Петра Столыпина, когда был провозглашен указ о свободном выходе крестьян из сельской общины. В этот день 1920 года в ходе гражданской войны Красная армия захватила крепость Перекоп. Белый Крым фактически пал. 9 ноября 1939 года в Москве завершили с провалом советско-финский переговор. Современная Россия граничит с 18 государствами. Столько соседей нет ни у одной страны мира. Причем большая часть нынешних соседей когда-то входила в состав двух империй, российской или советской, как, например, Финляндия. В начале 19 века после русско-шведской войны финляндское великокняжество присоединилось к России. По факту, в течение столетия финны находились под протекторатом с максимально широкой автономией. У них была даже собственная валюта. После революции отношения продолжали быть весьма непростыми. С одной стороны, единственным, кто признавал независимость Финляндии, стала новая советская власть. И в то же время северная страна стала одним из запорных пунктов белого движения. К концу гражданской войны в России отношения между государствами нормализовались, но ненадолго. В октябре 1939 года финнов пригласили на переговоры в Москву. Привывшие делегации любезно предложили передать Советскому Союзу часть Карельского перешейка вместе с линией долговременных укреплений и включая город Виепури, нынешний Выборг, экономический центр Финляндии, а также сдать в аренду острова для оборудования военных баз. Взамен были обещаны обширные безлюдные земли с густыми карельскими лесами. Необычную просьбу объяснили опасениями немецкого вторжения через финскую территорию. Сталин тогда заявил, поскольку мы не можем передвинуть Ленинград, мы передвинем границу, чтобы его обезопасить. Министр иностранных дел скандинавской страны Элиас Эрка придерживался другого мнения и сказал, что Финляндия никогда не примет решения, подобного тем, которые приняли прибалтийские государства. Если это и произойдет, только в самом худшем случае. Но худший случай наступил еще до начала переговоров, в день подписания пакта Молотова-Риббентропа. По секретным протоколам, подписанным с Германией, финская территория переходила в зону влияния СССР. За две недели до начала переговоров с финнами три прибалтийских страны, Литва, Латвия и Эстония, без долгих колебаний подписали советским правительством договоры о дружбе и взаимопомощи. Эти соглашения стали палацдармом для скорого присоединения и соотизации Прибалтики. Таким же дипломатическим путем планировалось подготовить и финнов к социалистическому будущему, но они оказались менее сговорчивы. Финская политическая верхушка не желала идти на уступки. На словах ее поддерживали Франция, Англия и Соединенные Штаты. Одну страна Суоми в случае войны рассчитывала на их помощь. К тому же финские политики считали советские войска неспособными проводить эффективные операции. Вероятно, в этом их убедила череда поражений страны в начале века. Война с Японией, Первая мировая, потеря Западной Украины в Советско-Польской войне. Однако главный военный специалист, фельдмаршал Финляндии и бывший царский генерал Густав Маннергейм не разделял таких взглядов и прекрасно понимал, что противостояние с Советским Союзом победой не закончится. Маннергейм упорно настаивал на компромиссии, при этом даже Сталин в процессе переговоров дважды смягчал жесткие первоначальные требования. Советский руководитель предложил сократить численность размещаемых войск, арендовать стратегически менее значимые острова, но финское правительство уступать не желало. Время шло, два раунда переговоров результатов не принесли, а уступки сменились большей решительностью Сталин. 9 ноября начался и закончился последний, такой же безрезультатный, как и первые два раунда переговоров. Вскоре финская делегация уехала из Москвы ни с чем. Через три недели советские войска вступили на территорию Финляндии. Ни один из западных союзников не оказал финнам прямой военной поддержки, ограничившись небольшими поставками вооружения и показательным исключением СССР из легендации. Редактор субтитров А.Семкин